Мария Куликова сыграла женщину с уникальным талантом и нелёгкой судьбой. Ангелина знает все тайны народной медицины, возглавляет семейную клинику и воспитывает взрослую дочь. Но в размеренную жизнь вмешиваются интриги, зависть, месть, любовь, надежда и отчаяние. Все чувства сплелись в запутанный клубок. Я же говорила, тебе не душна это детство. Переписать прошлое, пройти через череду испытаний и сделать выбор, от которого будет зависеть всё. Премьера сериала «Ангелина» уже сегодня в 21.00. Анна Щербакова, Дмитрий Пищухин, Вести. Это «Большие вести» со зрителями Москвы и Московской области. Увидимся через несколько секунд. Информационный вечер на канале «Россия» продолжают вести региональные. В студии Наталья Лебедева. Смотрите сейчас. Опасные каникулы. В Плесецке проводится проверка по факту гибели 11-летнего школьника. Мальчика придавило кирпичной стеной заброшенного здания. Километры безопасных автомобильных и железных дорог на Северной магистрали. В разгаре капитальный ремонт путей, а в Северодвинске меняют асфальт. Мы четкие. Аналоговое вещание. На акватории морского порта Нарьинмара открыта навигация для судов речного и портового плавания. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности капитана порта Виталий Малеев. В связи с возможным выносом остатков льда, лежащего на берегах и отмелях, всем судам речного и портового плавания, включая маломерные, при плавании на акватории порта рекомендовано соблюдать осторожность. Хотелось бы попросить, чтобы маломерный флот обеспечивал безопасность как на акватории порта, так и в речках, имеется в виду в рукавах, в курьях. Безопасность мореплавания прежде всего у нас. Что касается морской навигации, то ее открытие в порту Нарьинмара ожидается в первой половине июня. Сейчас ведутся работы по выставлению оборудования и боев на главном фарватере. Аналог уходит в прошлое. В стране стартовала третья волна перехода на цифровое телевизионное вещание. Процесс отключения аналоговых программ запущен в 36 регионах России, в том числе и Ненецком округе. Сегодня нажимаем кнопку, отключаем аналоговое вещание. В небольшом кабинете этим утром творится история. В прошлое уходит так называемый аналог. Позади 45 лет вещания на территории Ненецкого округа. Впереди высокое качество картинки и сигнала под названием «Цифровое ТВ». Сегодня времена изменились. Качество и количество потребностей населения стали гораздо более серьезными. Российская телевизионная сеть старается отвечать этим требованиям. Построилась сеть цифрового телевизионного вещания. Запустила в эфир 20 программ телевизионного вещания в цифровом высоком качестве. Итак, если вы включили телевизор, а на экране нет привычной передачи или фильма, это значит, что ваше оборудование принимает аналоговый сигнал, а не цифровой. В течение 7 дней, тем не менее, на своих телевизионных приемниках, которые принимали аналоговые программы, телезрители Ненецкого автономного округа будут продолжать видеть информационные заставки. На этих информационных заставках телезритель может увидеть и узнать о том, что ему делать для того, чтобы подключиться к цифровому телевизионному вещанию. Существует два основных способа приема программ цифрового вещания. Современные телевизоры, приобретенные позднее 2012 года, как правило, уже обладают этой способностью и могут принимать сигнал напрямую без специальных устройств. Для оборудования постарше необходима специальная приставка. Как правило, ее цена не превышает полутора тысяч рублей. Кстати, жители региона, чей доход ниже прожиточного минимума, могут получить приставку абсолютно бесплатно. Приемники чуть больше половины только реализованы. То есть они есть в наличии, там больше двухсот штук. То есть отдельная категория граждан, которые подпадают под возможность получения безвозмездных этих приемников, они могут обращаться либо в МФЦ, либо в отделение социальной защиты населения, получить эти приемники. Если у кого-то возникают какие-то вопросы, телефон нашей региональной горячей линии здесь, на Ринмаре, 2-19-10. По любым вопросам можете туда обратиться, вам там все расскажут, подскажут. Впрочем, если при настройке у вас возникнут трудности, вам всегда поможет команда волонтеров. Оставить заявку на вызов можно по телефону горячей линии. К приезду помощников необходимо подготовить оборудование, приставку и антенну. Алина Ваучейская, Александр Дуркин, Вести, Заполярье. Самый массовый госэкзамен по русскому языку сдали сегодня 314 выпускников Заполярье. Для проведения итоговой аттестации были организованы два пункта на базе 1-й и 5-й школы Нарьинмара. Русский язык – обязательный экзамен для получения аттестата. Задания экзаменационной работы по русскому языку традиционно проверяют знания норм построения текста, лексических, орфографических, пунктуационных, грамматических норм, умение создавать текст на основе прочитанного. Самый сложный вид работы – сочинение. Всего 27 заданий. На выполнение отведено 3 часа 30 минут. Волнуюсь немного. Как это, обязательный экзамен, чтобы получить аттестат, и нужен для поступления. Готовилась на протяжении всего года. Ну, еще и в десяток.